приветствую всех на своем канале орхидея от татьяны сегодня в самый пик коронавируса я поехала в эпицентр и решила посмотреть работают ли там что-нибудь приезжаю людей море все в масках на входе в эпицентр возле касс стоит специально человек мерить температуру людям но никого не было температура всех пропускал стоят на прилавочках возле кассы на прилавках стоят средства для дезинфекции рук желательно каждый чтобы протирал руки ну кто хочет протирает можно одноразовые перчатки стоят также но масок не выдают так я попала в магазин эпицентр и посмотрите какая красота кругом какие красивые цветы распускаются и я не удержалась я решила себе приобрести реанимашечку конечно это реанимашечка в ужаснейшем состоянии как всегда я беру самое плохое ну цена тоже такая средняя 50 гривен я за нее заплатила немного немало но все равно но посмотрите какая она красивая какие эти полосочки они аж набитые то она была еще с цветоносиком сейчас вам покажу какая она внизу смотрите какая красивая но я попробую спасти ее удастся будет хорошо не удастся но что же сделаешь смотрите какая красота красивая красивая фонарик включу и покажу вам при свете эту красивую реанимашечку вот а ну-ка смотрите какой красивый цвет какие шикарные полосочки она как выбиты эти полосочки прям цвет передается хороший цвет видно вот ну состояние у нее конечно никудыш не мы попробуем ее откачать сейчас вам буду показывать как я буду справляться с такой ситуацией эти вот подсохли этот подсох цветоносик ну вот такие вот цвета ну на конце вот зелененький цветоносик эти бурулечка зелененькая вот щупочечка будет если я не обрежу цветонос сейчас мы посмотрим корневую значит сегодня будет хорошо посмотрите какие листья вялые я купила как тряпочки я не за цвета купила я просто купила чтоб попробовать ее реанимировать спасти а цвет мне не интересует смотрите как она пострадала бедненькая все скрученное фирма это хорошая мне нравится эта фирма это декором хорошая фирма сейчас я ее буду вытаскивать из горшочка так начинаем вынимать горшочка любимую орхидейку так как она у меня уже дома она уже моя она уже не магазинная моя так смотрим корней много но они наверное все пришли непригодность но неважно достаем она уже подсохла хорошо смотрите в этих орхидейках фирмы декором не ставят торфяные эти стаканчики посмотрите нету шейка вот без торфяного стаканчика и она по моему не подгнила просто она сильно пересохла ей нужно убрать эти листочки ой какие неаккуратно не знаю как так получилось надо посмотреть до листочка этот разорвать в одну сторону во вторую сторону и не хочу снимать цветонос убирать хочу чтобы она может быть под цветет немножечко посмотрите сейчас я покажу что я буду делать с орхидейкой в начальной стадии в таком состоянии я вам сейчас все подробно буду показывать видите корневая шеечка не черная это уже очень много значит но корни сухие очень много может быть вот эти отойдут сейчас вам покажу как спасти такую орхидейку в таком состоянии посмотрите она никакая ее можно было бы просто выбросить а я ее купила точки роста цвета цветочка листочка нет этот листочек поврежден этот поврежден все вялые ужасные кору я сейчас уберу она мне пока не нужна еще я купила в этом магазине смотрите какой керамзит я свои орхидейки посадила в керамзит и они очень хорошо откликаются я вам в следующем видео покажу как они себя чувствуют в керамзите а сегодня не о керамзите а пересадках сегодня не будем говорить я говорю вам как спасти такую орхидейку которую я купила в ужаснейшем состоянии вот эту надо спасти ей корневую систему или хотя бы восстановить тургор но там обязательно конечно обязательно для этого это я все убираю вот я взяла миску с водой здесь наверное литра два и мне нужно отмочить корневую систему что я буду добавлять в эту корневую в эту водичку смотрите у меня есть фитоспорин он разведенный концентрированный раствор как я разводила у меня есть видео не могу открыть залипло посмотрите пожалуйста я сюда налью немножко чтобы вода потемнела вот столько все этот раствор можно хранить в комнатных условиях длительное время он пригоден для других тоже растений а теперь в этот раствор я капну две капельки hb101 это натуральный виталайзер стимулятор роста это японское производство вытяжки всех растений сейчас там почитаю экстракт кедра кипариса сосны в общем очень хороший он мне очень нравится у меня тоже есть про виталайзер это видео из чего у нас тут описание очень хорош видите японская очень много подделок и в порошках и во всем и он не иногда не действует нужно брать натуральный упакованный хороший стиль стимулятор роста две капельки ой 3 я капнула но это ничего страшного и теперь я погружу свою орхидейку цветонос я не обрезаю в эту водичку вот так и в эту раствор с виталайзером и фитоспорином погружу свою орхидейку ее нужно погрузить погрузить полностью не боясь что замок не точка роста желательно вот так если была большая емкость положить ее но так как я не обрезала цветонос у меня этого не получится она полежит с этой стороны затем я переверну на другую сторону она полежит еще с той стороны где-то полчаса она должна побыть в водичке напитаться этим растворчиком вот я листья просто помяла им уже ничего не будет то что с ними уже есть хуже не будет и пусть она побудет а я вам покажу и я еще палочки купила держалки для орхидей я решила что мне нужны держалки зелененького цвета они у нас стоит 30 гривен я купила себе три держалочки вот еще одна у меня обычно были палочки держалки от стандартных цветочков это я решила уже перейти на красоту так как они уже ринимашки мои начали цвести видики некрасивые я решила что надо зеленого цвета так как под под цвет листвы если поставить ну красные там были желтые оранжевые голубые так будет сливаться даже белые были будет сливаться а это как будет как стволик вроде бы и на концах будет цветочки это всякий держал я их установлю на цветоносики на свои орхидеечки и буду вам показывать это тоже я приобрела и я приобрела в эпицентре еще одну реанимашку посмотрите эти вот цена это я пробежалась по уцененным товаром она стоила 180 гривен 60 копеек а я ее купила за 70 гривен сейчас покажу каком она состоянии я решила ее вынимать не буду смотрите корешочек у нее хороший видите от нее дырочка на от нее или кто-то рядом под сумму не знаю какая она одна там была такая уценена это азиатская орхидейка так как она полностью во мху и стволик вроде бы не черные вроде бы черные вот там видите есть немножко чернота пусть немножко она адаптируется и будет у меня такая азиатская орхидейка какой цвет понятия не имею просто я ее купил но когда я вышла с магазина увидела что она вот пустила цветоносик она такая радостная что ее купил она видно прямо во время того как я ее брала пускала цветоносик это конечно я шучу я не видела что она пустила здесь цветоносик от росточек но надеюсь она будет жить я ее пока пересаживать не буду пусть она растет в этом мху поливать я ее буду вот так кончик мха намочу чуть-чуть вот так фитоспорин даже по намочу в этот же самый мне не повредит и она стоит в таком маленьком стаканчике вот ее стаканчик я ее обратно поставлю в этот стаканчик вот так много мочить не буду так как но боюсь повредите и в такой прозрачный стаканчик вот так она у меня будет стоять центом конечно я уберу это не успела я только приехала и давай сразу вам снимать видео быстренько чтобы вас чтобы вам тоже показать новиночки какие есть в эпицентре во время карантина очень интересно у меня был поход мне понравилось после длительного ну что не выходила никуда вот на листочке что-то видите надо будет проследить за ней ну не зря ее уценили но она одна там осталась какой цвет не знаю может белая может темненькая так как цветонос ведь и немножко такой темноватый на может белая понятия не пускай будет какая есть вот такая у меня реанимашка еще одна появилась так время прошло меняем место моей орхидеки пострите эти корни позеленели может быть она будет жить ой я рада за неё теперь надо чтобы она восстановила тургор теперь я ее поставлю на другую сторону вот так вниз пускай постоит теперь другой стороны надо подождать еще минут десять хотя бы для вас они пролетят незаметно а а я подожду это орхидейка еще сортовая вот ее название black стрипас или что не знаю черная опять черная конечно что везет черными уже третья черная орхидейка темно-темно бурячковая вот название не знаю ладно не важно все равно я буду в другой горшочек сажать и теперь я беру эти палочки которые я купила и на них поставлю орхидейку чтобы немножко стекла водичка хотя бы чуть-чуть теперь я беру свою орхидею на поднос и будем обрезать и лишнюю корневую а эту жидкость убираем где мой секатор вот такой секатор очень удобный остренький при покупке продавец даже железо не врезал я в шоке было моим секатором железо затупить время надо это не убирается ну ты будешь вот эти вот сухие корешочки я думаю надо срезать они не нужны кое-что сейчас по срезаю серединка здесь живое корешочки но есть сухой вот эти какой сухой нужен так тут я смотрю многое срезать не надо можно было бы ее оставить не срезать за перевернула тушку боже как вовремя я ее купила какая красота я такая рада я ее опять для эксперимента посажу знаете во что я ее посажу в пеностекло хочу все-таки добиться результата интересно мне все говорят хорошая хорошая чего у меня не растет прошлое не понравилось орхидейки ничего мы пеностекло а вдруг этой понравится вот таком больше резать не буду сейчас я возьму вот я взяла пеностекло это пеностекло от прошлой орхидейки я его хорошо перемыла она у меня постояла в воде сутки а потом я залила кипятком и потом опять сполоснула и она сейчас мокрая берем горшочек ну вот такой у меня есть с автополивом ну пусть будет с автополивом на дно горшочка я положу крупные вот такие пеностекло все-таки мне интересно будет хорошо или нехорошо прошлый раз я посадила сухое пеностекло а в этот раз уже сильно она отмокла вот так я помещаю орхидейки ведь она чуть-чуть не помещается надо ее как бы прокрутить чуть-чуть корешочки туда ниже просели вот вроде бы хорошо все сейчас стволик вот и засыплю это все вот так по краям пеностекло вот так немного поставила и между корешочками буду вставлять пеностекло принципе орхидеи все равно в чем расти я вам покажу в следующем видео у меня растет даже в пенопластовых коробочках от упаковки от мяса конфет такие зефирчики упаковывают и тоже орхидейка растет и даже выпустила цветоносик я вам следующее видео сниму сейчас уже не об этом а в пеностекле у меня прошлый раз мне удалось но мне пишут мои подписчицы и с форума я смотрела что должно было быть влажное пеностекло а у меня сухое полила я на третий день эксперименты продолжаются вот таким образом посадили мою орхидею теперь я хочу этой орхидеи срезать немножко листики так как он вообще поврежден и вот эту часть повреждения я решила что нужно срезать это упал или что не пойму ты такой купила он вывернулся в другую сторону этот листочек эти как повредился сильно для оставить его я наставлю вот этот кончик еще срежу вот эти он аж засох в этом месте если свежу получается я срезала не по свежим тканям а под тем где она уже подсохла поэтому я смазывать ничем не буду если если бы я срезала по свежим тканям тогда бы я смазала так не буду этот листик другую сторону отворачиваться мне надо в эту сейчас я что-то придумаю палочку деревянную вот так поверну все таком состоянии будет стоять моя орхидейка я вам еще раз ее покажу вот какое у меня состояние чтобы не говорили что это другая орхидейка или та же самая есть от набирочки подпишу ее название то что было на горшочке цветонос я срезать не буду но у меня будет стоять в пеностекле вот такая красавица усатая посмотрите какие усы у нее балки мы вот эти цветочки она обязательно сбросит этот тверденький может быть будет свести посмотрим ждите новых видео ждите продолжения как я буду за ней ухаживать все буду выкладывать на своем канале кому интересно оставайтесь вместе со мной спасибо за внимание вот эти пазухи листика видите попало сильно много воды обязательно надо ватным тампончиком или салфеточкой а у меня салфеточкой делаем так уголочек и обязательно промокнуть потому что будет загнивание точки роста вот так оставить на некоторое время листочки можно протереть и из пазух листиков всех вымокнуть водичек обязательно делаем треугольнички и вставляем пазухи вот так как сделала я этот листочек тоже можно было срезать но она просто сильно вялая в вялом состоянии я не хочу долго мочить пускай она адаптируется привыкает к моим условиям и будем за ней наблюдать спасибо всем за внимание до свидания до новых встреч украина Продолжение следует...